Дефицит газа в Германии Немецкие автомобилисты В июле немецкие семьи начнут получать на ежемесячной основе дополнительные 20 евро на каждого ребенка. К ним относятся дети всех возрастов. В итоге максимальная сумма детского пособия увеличится до 229 евро в месяц на одного ребенка. Доплата выплачивается на счет родителей, чей доход недостаточен для всей семьи. Это своего рода поддержка малоимущих. К другим темам. В Европе регистрируют новые случаи заражения обезьяней оспой. Пока только в Великобритании, но институт Роберта Коха рекомендует и жителям Германии соблюдать осторожность, поскольку возможно дальнейшее распространение болезни. По словам экспертов, обезьянья оспа может проявляться в виде головной боли, лихорадки, боли в спине и мышцах, увеличения лимфатических узлов, слабости и сыпи. В Германии возрождается круизная индустрия после пандемии. Путешественники активно бронируют места на лайнерах, несмотря на рост цен в связи с высокой инфляцией. Тем более, что этим летом пассажиры круизных суден смогут свободно дышать без защитных масок и ограничений. Крупнейшие немецкие судоходные компании объявили об ослаблении мер защиты от коронавируса. С 29 мая пассажирам на борту не потребуются защитные маски, однако они могут понадобиться в тех странах проезда, где установлены другие правила для лайнеров. Изменятся с конца мая и правила тестирования на круизных лайнерах. Теперь разрешат проводить одну первую самопроверку на коронавирус дома, и отдых на лайнерах станет проще. Компании снова разрешат своим гостям танцевать на суднах. Лишь одно условие остается неизменным – обязательная вакцинация от COVID для всех пассажиров старше 12 лет.